Здарова! Вам понравились секретные стратегии первой части, вы просили ещё. Но я не хотел вам давать проходничок, лёгкие какие-то секретные стратегии, поэтому я немного запотел. И реально запотел, блин. Короче, это стратегия, где ты выигрываешь на первой таверне, не повышая уровень таверны вообще. Близзы проделали реально огромную работу, чтобы в таких стратегиях больше никогда не повторялось, ибо стратегия на первом уровне таверны это достаточно изи. Но одна стратегия всё же осталась. Это стратка, где ты получаешь поварноми на первом уровне таверны и специально не повышаешь уровень таверны, чтобы не расширять пул существ, и таким образом маленьких лемов у тебя будет огромная куча, они будут часто попадаться. Приятного просмотра, не забудь влепить свой царский лайк и досмотреть до конца, потому что там подборка неудачных дублей. Я потратил на это пару недель, серьёзно, чтобы получить эту игру. Блин, это настолько редкая стратегия. Но она забавная. Меня на стримах и в комментариях под видосами часто спрашивают личные рекомендации по тому или иному товару, что я рекламировал. И это логично. У меня было время попользоваться, составить своё мнение и брать кота в мешке зрителю неохота, потому что ему придётся пробовать всё с нуля. То же касается и энергетикой имба-энерджи. Вкусов дохрена, все они разные, глаза разбегаются. Поэтому я совместно с другими блогерами состоял свой топ вкусов. И сейчас о них вам расскажу. Яблоко киви. Сладкая кислинка. Хрен узнает, имеет ли в этом вообще смысл, но яблоко немножечко кислит, а киви немножечко подслачивается. Получается такая ладкая кислинка. Тропик. Похож на мультифруктовый сок. Из сока ананаса и апельсина и добавляется немного сладости манго. Освежает и насыщает фруктовым вкусом. Очень идеально подходит для лета. Я его всё лето пью. Ну и мой любимчик это манго маракуйя. Я его могу пить прям круглый год. Я даже не знаю, как писать. Вроде тоже сок, вроде тоже сладенько, кисленько. Короче, йогурт. Йогурт, знаешь, вот эти вот с фруктами. Йогурт, манго, маракуйя, но без вот этого молочного привкуса йогурта. Прямо, наверное, идеальное описание. Насыщенно, сладенько, но без перебора. Чуть не забыл. У МБ есть новый вкус. Баблгам, который создал известный игрок в Апекс. Также у МБ появились стартер паки. Вы можете выбрать стартер пак с тремя или пятью разными вкусами и прикольным шейкером. Кстати, у МБ теперь появилась возможность заказывать всем с Украины. И еще одна фишка. Имба теперь сотрудничает с МОС Игра. Ищи уже сегодня на полках магазинов настольных игр и крутых подарков на Курской и Таганке. Ну и не забывайте про мой личный промокод. Переходи по ссылке в описании и становись имбой уже сегодня. Хорошо. Работаем. Боже мой, я с ума схожу. Какое? Я, наверное, дней 10, наверное, потратил на это все. Ча-чип сражения. Итак. Для протокола. День 486. Попытка 1929. Да ладно, возьмем существо, чтобы получить или мытали. Ну, наконец-то. Теперь дай мне элементалей. Понятно, ладно, как он дал. Ладно, как это тоже неплохо для допа. Допа галды. Доп, 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 доп. Все, осталось в игре. Все. Гэгэ. Ладно. Я так думаю, можно и дектрекер включить теперь. Я сам не верил в это. Наконец-то. Наконец-то. Нака, ну-ка, на-ка, сюда. Конец-то. с вами капитал шоу поле чудес я это первая попытка моя ладно блин я такой когда эту стратегию услышал на стриме увидел на видосах на стриме мне подскали рассказал андеграундная тусовка есть такая которая прям делится супер мега имба стратегиями которые никто никогда не использовать но это знаешь такие отбитые вообще люди которые используют харсон в виде цирка ради самого развлечения себя так вот я состою в этой тусовки и я когда это увидел я такой вау круто это же имба это же так легко заролять на голокронде просто номи и ты всегда будешь выигрывать нет нет вообще нихрена то есть если ты не являешь номи все что угодно для первого ход для первой таверны будет гг серьезно ты прям по темпу посадишься тебе еще пять ходов не дадут для того чтобы заролять другое существо я уже думал элементале очень это мало элементале блин я только хотел начать заливать на том то что это идеальная стратегия потому что первопульных первопульных существ никто обычно брать на таком mid game и late game и не собирается если конечно не через номи идет и зная какая сейчас скорость стратегиях на номи практически никто уже не играет если прям супер не хай ролишь и номи перестала бы тем более но если ты изравляешь номи к четвертому ходу по-моему из то тогда она реально очень быстро темп тебе накидывает потому что на первом пуле тебя маленький ограниченный пул существ и понятно интересный персонаж против меня играет и тогда элементале действительно должно быть дофига особенно это элементальщики которые дают тебе дополнительную возможность прокручивать и ты еще о еще элем стрип лето и ты можешь достаточно быстро по понеслась ролять в сюда здравствуйте да я играю сейчас на азии потому что я сначала попытался сделать эту стратегию на основном серваке на основном аккаунте на основном рейтинге дай то но после попытки 10 где-то за попыток 15 только ты получаешь один раз голокрон да и после раза 4 когда я попытался это сделать стратегии ни разу не выкинул член изо рта не получил номи я понял то что это просто заливно заливная рыба и если показать эту стратегию отчаянным людям которые хотят повеселиться то на том где не страшный один и я был черт возьми нереально прав потому что я не знаю сколько но каток 100 точно я запустил чтобы получить голокон у меня до этого один раз только получилось сделать номи это у меня там элементале супер мало выпадалось супер легко да вот видишь на азии некоторая часть персонажей она в фк сидит но это маленький но зато ну как бы вторая половина лобби она нормально играет поэтому так вот я специально не повышаю уровень таверны и хитик и вот так вот на это можешь сказать я сам сипу триплет 2121 на седьмом ходу и еще интересная отсюда из этого сделаю триплет из этих двух триплет из триплетов потом в итоге блин по-хорошему потом можно будет продавать эти капельки получать еще капельки 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 а потом капельки в капельки а потом капельки в капельки в капельки а потом еще из этих капель делать триплет капельки так далее так далее так далее и первоуровневых существ нереально огромное количество много поэтому прям вообще балдеж все с этого момента игра невозможно проиграть если конечно я не буду супер невезучим вообще челиком в галактике и мне не будут попадаться элементали вообще но это супер мега маловероятно хотя один раз уже получилось так потому что почему-то лобби все решила пойти на элементале поиграть но если ты вдруг будешь играть какой-нибудь афлатурик или с друзьями или типа того ты такой а давай не будем повышать уровень то верный другу на голокроне то можно вот так вот удивить но это реально рабочая стратегия и даже на хайловый но серьезно если ты даже это стратегию сделаешь на 10000 рейтинге то ты спокойно сможешь и выигрывать проблема лишь в том то что а тебе нужно наролять голокрон до б тебе нужно будет наролять номи если ты не нравишь ни того ни другого то считай тебе габела так мне повышение интерна фигня гула можно закинуть в то в чем я уверен что я не буду продавать у охренеть ладно окей я сейчас закидываю максимальное количество капелек на выкидываю чтоб максимум элементалей разыграть это равно максимум их прокачиваю вам дать реплет план давай вот этих вот возьмем продадим и еще и больше забав и то погляди да какое количество челиков убираем это все ладно я это тоже прокачаю на максимум просто все в кул вернем это забав и забав им у меня есть вот ты сюда да тут я драту и вот в принципе то про что я и говорил вот почему этих элементалей нереально куча ты понимаешь что это восьмой ход если бы ты когда-нибудь в реальной своей жизни увидел такой восьмой ход тебя бы кондратья хватило и тебе бы надо было бы уносить на каталажки я не знаю на какой-нибудь скоростной иначе все иначе гг не не откачают тебя я думаю прикольно восьмой ход статы нормальные для восьмого но вот это стратегия которая будет работать где-то один из ста ну ладно окей я думал один из ста раз точно будет работать не знаю может назвать эту стратегию один процент винрейта но если зароляешь этот процент ладно окей интересный факт что надо будет в какой-то момент мне продавать золотых старых и лимчиков что у кто-то тоже решил через лимов пойти и мне еще очень везет ралять и лимов потому что этот молодой человек явно нацелился на то чтобы меня обогнать были мы у него два праздноменталя вот почему я триплет не могу праздноментале собрать мне надо его чтобы он побыстрее от отчик рыжился чтобы чтобы его или мы стали моими еще проблема этой стратегии в том то что ты любая стратегия первого уровня у второй молодой человек мы возвращаем капельку в пул потому что еще были две прокрутки дополнительные 59 60 бабл где капельки я же капельки в пул вернул капельки в пул мы тогда что нибудь уменьшим понятно но мы ее тогда пера замораживать не будем потому что нафиг она нам нужна на третью таверну мы не будем закидывать я не могу нарядоваться время 342 я в щи лайк ставь если понял отсылку какому мему я это жахнул я знаешь я я не думал сейчас голокрон дозволяю бабушки позвоню и она такая сейчас оформим тебе номи но нет это это реально это самая долгая фановая стратегия которую мне когда-либо доводилось делать вообще потому что на этом нереально шестьдесят шестьдесят два шестьдесят шесть ладно мы выкидываем я так понимаю нас пол лобби просто 4 челика можно считать то что мы играем в 4 специально такая мини потасовкой играть блин причем у меня были даже катки в которых иногда а так он даже триплет сделать и забить на это хер конечно хотелось бы раздуплить их на еще две капельки еще сделать но 65 65 да твою бабку за волосатую грядку ну ты кочергать собачий ты депутат просто я бы его хотел продать чтобы дополнительно капелек получить и пробавить еще элементали но 65 65 это хорошие статы то есть ну к десятому ходу обычно если получается такие статы набрать то это ты должен играть на демонах на вот этот вот гномики розовым которые бафается от демонов и брюк и при удачных обстоятельствах ты сможешь одного такого сделать а у меня уже два челика таких я лично доволен хотите анекдоты расскажу мужик пытается увезти бабу домой с вечеринки она ему очень понравилось типа все такое пытается там один говорит 2 3 до 4 5 а наконение не все 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 сидит сама он такой ну ладно ну поехали ко мне домой у меня дома чайный гриб она говорит нечего синяка от него такой я настаиваю поняла чайный гриб настаивать ставь лайк если у тебя дома есть чайный гриб и ты спокойно уводишь и телочек с вечеринки тебе посредством байта на чайный гриб у меня дома нету чайного гриба поэтому я играю в красном ладно вообще я загачу тусовку нормально капа прайк у меня уже кстати почти весь мой сетап из золотых элементарий вот смотри с кем у с кем бы я не сражался все у меня из ну сто процентов победа то есть как бы черрики там не старались у них реально все все прикольно получается проигрывать вам о еще один моё почтение блин да когда дадут триплет про знаменталята а это тот чел с которым я и буду сражаться ну давай еще один ладно попробуем отсюда найти триплет не дают вот вообще не дают ставь лайк если тебе тоже не дают к просто в какой-то момент мне придется отказываться от этих челиков вопрос только какой и когда а так вот я не рассказал проблема любой стратегии на первой таверне в том то что ты мало урона наносишь у тебя челики с первой таверны однозвездочные у тебя первая таверна однозвездочные то есть ты два две два источника урона снижаешь до минимума и поэтому тебе придется ковылять намного дольше но от этого и прикольнее потому что ты больше играешь дольше у тебя больше возможности раскачать элементали они все циклируются первого уровня элемов миллиарды поэтому это все очень весело очень интересно но когда ты уже пойдешь когда ты уже пойдешь в царе сколько ему нанесу 7 урон ну и что его так должен пять раз ковылять чтобы он от 4 о класс уже 12 ход да попробуем элементалят заролять отсюда потому что глыба мне не нужна это ну а до тазавра тоже элементарь ладно можно было демона продать на самом деле получается мисплей было бы прикольно если он сейчас бабл я повезло повезло мне так руки чешутся продать капельку потому что это две капельки это еще два элементаля это еще прокрутка элемов ну ладно придется проза металле продавать потихонечку потому что у это уже третий триплет и сейчас проза металль чекай шо получается третий триплет первой таверны то есть это 9 существ из первого пула я взял уже и они продолжают приходить понимаешь да хорошо выглядит интересно блин вот жалко в дек треке они показывают сколько ты играл допустим на голокрондах количество раз чтобы показать твой винрейт просто мне мне реально мне было бы интересно сколько я из голокронов зафигарил я записывал каждый свой бой на голокронде да вот это вот пятого уровня и потом такой если номер такой но какой-то момент я понял то что мне место на жестком диске уже нету и мне пришлось удалять я только потом понял то что было бы настолько насколько это интересно если бы я сделал потом нарезку типа ну хуже уже не будет и потом бац 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 и сколько раз нами мне не попадалось о по стопроцентная победа ну челик сдался хорошо нас осталось строя причем один челик на элементалях он забирает мою страду в общем статка рабочая только нифига он раскачугаривает только садка рабочая только шанс что она тебе выпадет маловероятно и везде реально вот помнишь были стратегии когда ты на тире у не мог играть на первом таверне когда были эти звералийске на первой таверне еще или еще и вот с тех пор мне кажется мое почтение как не это разыграть просто можно триплет сделать нам ну можно уже огромных существ закидывать можно продолжать элемент или да как я 11 челиком остался я думаю я не буду жальничать я просто закинул побольше статов и по по триплет это будет 90 статы хорошо так мы остались один на один 13 ход ну давай главный конкурент показывает что там у тебя кстати я слышал такую инфу что билетики вот это вот выпадают челиком у которых очень чем чаще ты проигрываешь чем чаще не выпадать в смысле в катке появляются да так-то 25 процентов но если ты прям часто проигрывать что билетики тебе выпадают зачащий в смысле в катке а что ты начнешь катку с билетиками они не каждый 4 3 вот он ты понял не понял ну стопроцентная победа но у него сборка неплохая то есть не у звери у него там все там есть это да но такие статы конечно хрен переплюнешь это забавно то что мне какую-то ачивки там дают правда не понимаю ладно что может быть мы уже забьем на этой забьем на номер и просто возьмем лимчиков на можно взять и прокачать еще больше допустим взять и вот так вот потому что есть шанс что я у нас о чем ходу не расчекрыжу надо есть шанс то что мы будем еще долго сражаться поэтому а учитывая то что я его со стопроцентной вероятностью выигрываю это я думаю не страшно то есть если он даже меня выиграть мне 35 не снесет а потом я смогу номер отдать если мне понадобится так что еще немножко пожадничаю но статы мне кажется хороший хороший даже при какой-нибудь максимально удачной солянки об не играл правда эта стратегия проигрывает конечно ядом до мурлоки я да и все сто процентов я бы пососал но ну да я бы пососал мурлоком с яд и но на блин он ливнул ну ладно ну такая вот собственно стратегия не знаю насколько вам интересно было но если вы вдруг играете на голокронде видите что у вас с пули есть элементали вам в принципе не жалко попробовать то можете попробовать зачекать вот такую стратегию это достаточно весело и и прикольно когда ты остаешься на первом уровне таверны какие-то другие ощущения от игре как-то так блин жахните лайк где же я игр 100 реально запустил чтобы это получилось даже игра не выдержало ну хуже уже не будут и бац 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 брит с бац 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 Бац, 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 б